Накануне Брест с рабочим визитом посетила делегация Республики Зимбабве во главе с министром образования Омоном Мурвирой. Прядка двух десятков гостей, среди которых руководители департаментов Министерства высшего и среднего специального образования, инноваций, науки, технологического развития Республики Зимбабве, ректоры и преподаватели ведущих университетов африканской страны. В рамках программы пребывания делегацией одной из главных точек стал Брестский государственный технический университет. На самом деле мы видим большие перспективы в области инновационного научного сотрудничества, реализации совместных проектов, в области IT-инженерии, в области строительства, в области информационных систем и технологий. Мы понимаем, что межвузовское взаимодействие может быть очень эффективным и позволит повысить качество подготовки кадров для экономики и нашей страны, и Республики Зимбабве, и реализовать весьма интересные проекты инновационные. Участники делегации из Зимбабве в первую очередь ознакомились с деятельностью университета. Его материально-технической базой посетили учебные лаборатории и встретились с иностранными студентами. Ректор университета Сергей Каспирович рассказал об опыте Брестского технического университета в организации образовательного процесса, об использовании новых технологий в подготовке студентов, о сотрудничестве с международными партнерами. В ходе пресс-конференции состоялось обсуждение направления сотрудничества Брестского государственного технического университета и высших учебных заведений Республики Зимбабве. Мы видим, что совместные научные исследования могут быть в области индустрии, цифровой промышленности, IT-технологий по вопросам, связанным с созданием различных инженерных систем. Сегодня, в целом в сфере науки и технологий, мы хотели бы сконцентрироваться на тех аспектах, которые являются физически важными для национального развития. Именно в Брестском государственном техническом университете был дан старт большого пути взаимовыгодного партнерства. С учреждениями образования Республики Зимбабве были подписаны соглашения о сотрудничестве. Теперь Брестский государственный технический университет будет развивать взаимодействие с технологическим институтом Харара и технологическим университетом Чинхаи, государственным университетом Лупане, Медленским государственным университетом и университетом Зимбабве. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Зимбабве, в частности в области образования, науки, инноваций, технологического развития. Нам есть что предложить друг другу. И это, я убежден, будет взаимобогащающее сотрудничество, прежде всего на гуманитарном уровне. И я думаю, что многие ребята из Республики Зимбабве, сегодня вы видели представителей Брестского технического университета, они очень довольны. И той атмосферой, которая создается вокруг них, и самое главное качество образования, которое мы даем для молодых людей Республики Зимбабве. Я думаю, что это будет продолжено, и в ближайшие годы мы наш взаимообмен нарастим, ну, наверное, как минимум на порядок. Еще одна локация, которая стала весьма интересной гостям – Брестский государственный колледж связи. Участники делегации ознакомились с работой профориентационных площадок Белпочты и Белтелекома, предприятия Орлайт и КАМ, а также Брестских электросетей Брестэнерго. Им было продемонстрировано оборудование для работы в отрасли связи, энергетики, представлены варианты применения новых технологий. Гости имели возможность посетить лаборатории и учебные мастерские, где ребята на английском языке рассказывали о профессиях, которым они обучаются в колледже. Все профессии, они инженерные и высокотехнологичные. Поэтому, конечно, в любом государстве все в первую очередь строится на инженерных серьезных профессиях. Мы это можем предложить в Зимбабве. В программе пребывания делегации практически все инженерные вузы и колледжи. Поэтому поставите нас в ряд этих значимых учебных заведений нам почетно. Значит, устраивает качество подготовки, значит, устраивает качество наших профессий. И, значит, профессии на сегодняшний день значимы и востребованы. После ознакомления с Брестским государственным колледжем связи в актовом зале состоялась пресс-конференция, на которой обучающиеся имели уникальную возможность задать министру высшего и среднего специального образования, науки и технологического развития республики Зимбамве, профессору Омону Морвери и членам делегации «Вопросы по состоянию образования в стране и перспективах сотрудничества». Какой уровень образования получают сегодня в вашей стране? В период с 3 до 5 лет наши дети посещают учреждения, которые называются «Образование на этапе раннего детства». Затем, после этого этапа дошкольного образования, они идут в начальную школу с 1 по 7 классы. По окончанию 7 лет начальных классов они пишут общенациональный экзамен. Сегодня делегация из республики Зимбамве продолжила свой визит в городе Минске.